Первые шаги в большой науке. Научно-технический конкурс собрал в Минске около 200 школьников и студентов. И если для одних это хобби, для других шанс построить успешную карьеру в будущем. Например, за счет умения приготовить хлеб из порошкообразного белка или с ноля создать радиоуправляемую модель. Этот робот, собранный столичными школьниками, уже успел покорить выставку в Вене, где его признали лучшим социальным проектом. Данный робот может говорить, поворачивать головой, моргать и имитировать мимику людей. Этот робот создан для людей с ограниченными возможностями, которые могут, например, находиться у себя дома. И при помощи интернета компьютеры по планшету могут соединяться с этим роботом и видеть, где находится этот робот, могут видеть, что там происходит. То есть, например, могут находиться с другой стороны, в музее, учиться в школе или в университете. Свои проекты на выставку привезли 9 команд. Наравне с первокурсниками ученики средних школ. Лучших определит джюри. В него вошли именитые ученые, преподаватели и рационализаторы. К слову, за успехами молодых в Академии наук внимательно следят. Очень приятно, что этот класс молодежи растет. Интерес молодежи к науке возрастает. И наша задача это закрепить и дальше развивать. Поскольку будущее, конечно, принадлежит молодежи. А здесь нужны нетрадиционные подходы, новые мышления. И вот в молодежи это легче получается, чем в старшего поколения. Поэтому я думаю, что это направление будем развивать. Из Минска лучшие проекты отправятся на выставки в Россию и Европу. А некоторые, возможно, найдут применение в реальной жизни.